Каждое фото чуть больше негатива. Старческая рука и ростомер с отметками разных лет. Добрые лица пожилых людей. Это авторское решение Габриэлы Колчавовой, чешского фотографа, выставка работ которой открылась в студии Игоря и Ольги Улько в Анапе. Международный фестиваль фотографий и фотовиза продолжает удивлять. Серия снимков «Нитка Буз» — это способность автора ценить каждое мгновение воспоминаний о родителях, бабушках и дедушках. Эта история так названа в честь текста одного из современных чешских писателей, который однажды написал, что мы свои воспоминания нанизываем в течение своей жизни, нанить нашей памяти и создаем свои бусы. И у кого эти бусы более богатые, чем больше таких бусин, тем мы более счастливы на протяжении нашей жизни. А вторая серия, она как бы органически вытекает из первой. Это память, но память волос. Вторая серия «Память волос» выполнена в сложной технике фотограмм. Локоны родных и друзей Габриэла запечатлела в искусстве игры света и тени. Это живые отпечатки, выполненные автором, и большинство из них, я так понимаю, вообще в одном экземпляре. А у них совершенно другая энергетика, чем на цифровых копиях. На открытие выставки приехали участники фестиваля фотовиза из США, стран Южной Америки и Европы. Она такая легкая. Понимаешь, то, что мне, когда я смотрю фотографии и картины, мне очень нравится смотреть. И мне очень нравится, когда это смотреть легко. И чувствуется легкость. Это легкость. Хотя я хорошо знаю, что это не так легко. Выставка эта очень необычная. Глядя на такие работы, хочется самому как-то заняться творчеством. Хочется узнать о технике, узнать о смысле этих фотографий. Потому что, глядя на них, сразу понимаю, что в них заложен какой-то глубокий смысл. И очень интересно докопаться до него. Эти работы уже как бы из виденного. То есть это искусство уже существовало в 60-х годах прошлого века, 50 лет назад. Потом как-то его благополучно пережили. И вот оно на новом этапе возвращается. Это будет новый интересный опыт. Я думаю, стоит посмотреть это хотя бы один раз. Кстати, выставка Геннадия Генераленко следующая. Открытие запланировано на 31 октября. Спасибо.